В данный момент о расформировании бригады речи нет. Что касается гуманитарной помощи, то есть на сегодняшний день, и это касается не только наших подразделений, но и других, некоторые препятствия, которые не дают возможности провозить свободно. А какие-либо переговоры с представителями ЛНР за последние двое суток вы уже вели? Буквально сегодня начальник штаба и зам по боевую вернулись в Слуганское совещание. О чем было совещание? Совещание было разное, это было вояльно-закрытое совещание, поэтому не имею права распространяться. Спасибо. Так как кто? По поводу предположения и версии, было озвучено, что якобы это ДНРП, аграр-противник, аграр-противник, аграр-противник. Не то, что здесь некоторые сомнения говорят. Аграр-противник, аграр-противник. Было озвучено, что якобы 20 групп бродят где-то. Я не уверен, что со всей армии, со всех вооруженных сил Украины не нашлось бы профессионалов, которые бы довели эту идею политического завершения. Работа, как вы видите, была сделана, но немножко топорно. Профессионалы так не действуют. Раздевают, как говорят, ситуацию сейчас, в результате, в момент затишки. Я же так понимаю, что вопрос у всех вертится на языке, с последними событиями связано. Там тоже есть профессионалы, которые могли бы, от той стороны, которая сегодня проводит так называемые зачистки, которые могли бы решить эту проблему. То есть это кто-то именно сделал провокацию? В плане провокации, да, это для меня это ближе всего версия. Почему? Потому что очень настойчиво пытается всех столкнуть с лбами внутри самой республики. Очень настойчиво. Это уже в довольно продолжительное время происходит. Почему я в первый день сказал, что ни на какие провокации не пойду, никого врагом являть не буду? Очень многие сейчас начали снова погнать господина Плотницкого. Мол, как так, вы и до вас взорвались, а вы его никак не накажете. Но, дорогие мои друзья, товарищи, прежде чем кого-либо наказывать, необходимо доказать его причастность как минимум. Прежде чем заявлять о виновности человека, необходимо опять же доказать, что этот человек в чем-либо виновен. Если у нас таких доказательств нет, никто не имеет права обвинять в том или ином событии того лига. Презумпцию невиновности никто еще не обвинял. Если мы строим действительно человеческое общество с человеческим лицом, если мы строим действительно народную республику, то давайте уже соблюдать эти хотя бы правила. До тех пор, пока не будет ничего доказано, обвинять никого нельзя ни в чем. Это раз. Второе. Плотницкий – это еще не все странное правительство ЛНР, не вся республика ЛНР. Кто даст гарантию, что вокруг товарища Плотницкого не находится масса, скажем так, прилипал, которым очень даже неинтересно, чтобы у нас было все в порядке, чтобы у нас действительно что-то строилось, и так далее, и так далее. Алексей Борисович, вы были предупреждены о возможном покушении. Почему вы поехали? Почему вы... Так как каждый из нас предупрежден, в принципе, будьте осторожны, и так далее, и так далее. Ну, это все предупреждения шли от просто обывателя, от людей, которым, допустим, наше движение небезразличное. Но это же не было конкретным предупреждением. Вот здесь не ходи, снег в ваш капоте пойдет. И опять-таки, даже если предупреждает, что надо прекратить всю деятельность, нет, конечно. Остановиться, это равносильно тому, что умирить. Двигаться необходимо дальше. Дополнительные меры защиты после покушения принимаете? Ну, это заслужба безопасности, поговорите. Я не знаю, что там предпринимается, что нет. Я по большому счету никогда на разгонках деятельность охраны сильно не возлагал свои надежды. Потому что сколько мы знаем случаев, да, даже у супер должностных лиц, при наличии супер охраны, всегда случается так, что тот, кто желает добиться результата, добьется. Какая бы охрана ни была, какие меры предосторожности ни были бы приняты. Чем и вы, тем и не нравятся. Это все. Сейчас положение на фронте. Ведь народный депутат Юрий Луценко в стенах Верховной Рады подкрытую заявлял, что в мае начнутся открытые военные действия. Ваши прогнозы? Ну, как-то он прав, да. Могут начаться, конечно, открытые боевые действия. Это еще одна из сторон медали, в принципе, по большому счету, у нас не война. Открытый геноцид. Боевые действия, если начинаются, они идут до победного конца. А для того, чтобы уничтожить народу, необходимо играть такую игру. Повоевали, отдохнули, повоевали, отдохнули. Это геноцид, наверное. Это уничтожение. Называют, это утилизация населения. Уже есть данные, что американцы снабжают своим вооружением вооруженные силы Украины. Ваши войска встречались вот с этим вооружением? Да, в Дебальцево было захвачено несколько установок американского происхождения. Именно электронного плана перехвата радионаблюдения и так далее, и так далее. Американское происхождение. Пожарайтесь с ними как-то общаться или... Термосты должны были вылиться в реальную встречу. Конкретные переговоры предлагал на линии фронта. Было три попытки провести эту встречу. И все три попытки были сорваны. Зачем и почему поставится вопрос в истории. Но три попытки реальные встречи с глазами, с глазами, должны были быть. И до Дебальцевских событий и во время их сорвали. Вопрос. Кому тоже интересно, чтобы мы не встретились. По большому счету это нам где-то, что мы необходимы, мы обязаны встречаться и будет любым. Потому что что нас сейчас используют. Используют в своих целях. Я вам так скажу. Если смотреть сейчас на экономическое состояние, допустим, большой Украины и нас, мы ничем не отличаемся. Абсолютно. Только Украина сейчас сидит на кредитной игле. А мы сидим на гуманитарной. По большому счету это одно и то же. Там сейчас Украина ожидает получения около 6 миллиардов кредитов. Отличная возможность еще что-то своровать. Мы же сидим на гуманитарной помощи. При этом при всем том, что у нас промышленность, в недрах есть все необходимое, чтобы с этой иглы сойти, заниматься экономическим развитием внутри. Но этого тоже никто не делает. Зачем, если идет гуманитарная помощь? Если можно хоть как-то поддерживать жизнедеятельность региона и при этом еще неплохо жить самим. Я уверен, сейчас некоторые руководители такие ценные причины. После получения этого транша мы можем их не увидеть через несколько дней. И природные богатства принадлежат народу. Как вы относитесь к национализации? Вот. Вот. За весь этот период, скажите мне, пожалуйста, за год кто-нибудь вообще из правительств, из руководителей республик понимал этот вопрос? Кроме депутатов никто. И пока еще и не планирует. А по большому счету, если подойти к этому вопросу серьезно и действительно с тем подходом, который должен быть в народных республиках, то на сегодняшний день уже все шахты должны были принадлежать народным республикам. Все предприятия крупные, средние должны были принадлежать народу. Особенно, если это стратегически важные предприятия. Я не говорю о варьках, рыночных местах, там, где действительно частный предприниматель может чем-то торговать или ложки деревянные вырезать и продавать их на рынке. Это ради бога. Частный бизнес тоже должен быть на стратегически важном предприятии и уж тем более недрах должны в любом случае принадлежать народу. Скажите мне, пожалуйста, та же шахта, продукция, которой может быть использована в торговле здесь, внутри республики, чем это повлияет? На что? Или как сейчас? Вы все прекрасно знаете, сколько угля уже было вывесено, да? Огромное количество тут. Кто-нибудь ответил, где прибыль, где доход, бюджет государства от этих вывозов? Никто. Я еще понимаю, да, полчевский металлургический комбинат, который действительно завязан на внешней торговле Европе и так далее, и так далее. Да, здесь будет сложно, потому что если сейчас все поменять, поменяется юридический его статус, значит, необходимо будет заключать новые внешнеэкономические договора и так далее, и так далее. На это действительно никто не пойдет. Но предприятия, которые настроены и профилированы на внутренний рынок, они ничем абсолютно не скажут, не скажут ни на производстве, ни на самом состоянии предприятия. ради бога, копай уголек и продавай ее в те регионы, где его нет, правильно, где печное топление, и так далее, и так далее. Дай ту же Россию и на ту же Украину. Почему-то сейчас, пока эти шахты не национализированы, торговать можно, а как только они станут государственными, сразу станет нельзя. На каком основании? Я знаю, еще не установлено ни дата, ни время, ни правила. Кроме мира Луганщины на сегодня организации нет созданных никаких, которые могли противостоять. А зачем противостоять? Чем больше мы противостоим, тем меньше мы занимаемся реальными делами. Необходимо не противостоять и вырабатывать свое мнение и дать людям как альтернативным. Я так считаю. А что думаете о новых мирных соглашениях и о формате Луганск-Донецк в составе Украины на особых условиях? Луганск-Донецк на особых условиях. Да мы по обращенному счету и так на особых таких условиях, что дальше уже некуда. Что такое особое условие? Как в договоре, в мирном договоре 12 февраля Минск-2? Я не знаю, как ты, может, у меня не хватает интеллекта разума, но я не понимаю, что такое особые условия для космоса. Такого быть не нужно. Нужны быть или нормальные отношения, или, извините, давайте их вырабатывать. Но особые отношения на резервация какая-то действительная. Такого быть не нужно. вот для того, что уже если и вырабатывать стаканин, почему бы не дать возможность определенным пунктам этих условий или как бы все пункты обсудить. Здесь граждане согласны на этот момент. Не должен один или два человека решать за всех того, если это касается особо статусов и условий. поддерживать его связь с Игорем Молодовичем Стрелковым, почему бы вам не пригласить его сюда, к себе? На данный момент был телефонный связь, когда есть возможность в течение месяца, пока были подрываться во всего зиме, не было. Нормально, дружеские отношения как обычно. Не хотите, чтобы он хотя бы вошел к вам или командиром подразделения? Да, всегда 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 А он как к вам относится? Ну, я не интересовался, потому что он спрашивает Игорь Иванович, а как ты там относится? Можно догадаться по общению, по частоте общения, по словам, по интонации? Да нормально. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вы участвуете? Ну, мы знаем, что казаки на территории, которая под контролем активно участвуют в администрации как бы организации каких-то организаций административных организаций города, ну, проблем городских, то есть занимаются газопроводом, проблемами водопровода и так далее, гуманитарной помощью. Вот ваш батальон, мы видели материал о том, как вы пытались помогать людям при входе в Дебальцево решать какие-то гуманитарные проблемы. Волчевские, вы занимаетесь подобной деятельностью? Волчевской мы занялись сразу в первые дни, как только поняли, что наступает нечто страшное, когда людям есть нечего было. Тогда уже организовали сразу в конце лета четыре бесплатных столовые, взяли на себя школы, детсады полностью кормили. Сейчас, когда нам перекрыли возможность провозить гуманитарную помощь, в том числе и продовольствие для населения, сейчас мы сократили столовые бесплатные. Учитывая то, что эта обязанность дала на себя ЛНР, но советую помогать, нам сейчас не хватает для полного обеспечения той помощи, что мы замечаем. Очень много. Опять-таки хочу подчеркнуть, возвращаясь к теме народности, в то время, когда мы обеспечивали все столовые, все детские сады и школы бесплатные, не было взято ни копейки с населением. Сейчас же пытаются вернуть ту схему, когда необходимо платить детские сада, школы за питание. Возникает вопрос, если родители должны платить, тогда скажите мне, пожалуйста, а сколько вы заплатили за доставку этих продуктов, которые наверняка идут же в металлой полной. Как-то много вопросов. необычайно. Увидимся. До свидания. Редактор субтитров боку. Какая-то в течение важнее. Возникает Возникает судно- Субтитры вз belong и субтитры субтитры на Субтитры . Продолжение следует...